Здравствуйте, в эфире выпуск новостей, в студии Виктор Радул. На итальянском бульваре хозяева, сдаваемые в аренду квартиры, обнаружили труп мужчины с ножевым ранением в области шеи. Личность молодого мужчины пока не установлена. В квартире съемной хозяева эти квартиры обнаружили труп мужчины, вызвали милицию. Личность не установлена, но ведь 25-30 лет. Документов в квартире никаких не обнаружено. Там ножевое ранение в области шеи. На месте преступления работали милиция и эксперты. Устанавливается личность погибшего. Ведется следствие, сообщают правоохранители. Еще одна новая детская площадка появилась в Малиновском районе. В Большом дворе, а в самом начале улицы Малиновского, ребята веселятся на новых качелях, катаются на горках, тренируются на турниках. Открытие площадки сопровождалось веселым праздником от благотворительной организации фонд Чикиты Милосердия. В Большом дворе на улице Малиновского очень много детей. До сегодняшнего дня они ютились на нескольких старых качелях и делили старую площадку с ребятами из соседнего, тоже Большого двора. Была одна качеля, а так в принципе особо больше не было ничего. Жители говорят, они не сидят сложа руки и не ждут, пока кто-то позаботится об их детях. Дедушка, к примеру, рассказывает, сам ремонтирует качели, когда те ломаются. Я так ремонтирую понемножку, дешево ломаются, а то уже не в моих силах. Но, конечно, за новой современной площадкой одесситы обратились в благотворительную организацию. Им помог фонд Чикиты Милосердия, основанный в свое время депутатом городского совета. Хорошо, что в городе появляется очень много таких площадок, потому что реально пойти сейчас в наше время в парк, это нужно иметь как минимум 100 гривен. А так детям уже есть чем заняться и развлечься. Очень хорошо. Спасибо большое. Площадка замечательная, мероприятие тоже хорошее для детей, это немаловажно. Сейчас в нашем городе, по-моему, очень мало такого. Спасибо большое Чиките за это. Детский праздник удался. И малыши, и ребята постарше с удовольствием участвуют в веселых конкурсах, помогают друг другу и радуются победе. Ну а после подвижных игр, конечно, хочется сладкого. Без мороженого не обошлось. Сладкое мороженое, и праздник такой прикольный был. Там качели, классная горка. Веселые конкурсы. Ну, сторонние. Какие были веселые конкурсы? Ну, про рэп, съедобное, несъедобное. Открывать детскую площадку приехал депутат городского совета Геннадий Чикита. Пока дети веселятся на новых качелях, родители подходят хорошо знакомому депутату. Благодарят и за площадку, и за другие решенные в районе проблемы. И, конечно, просят о помощи. Геннадий Чикита всегда открыт к общению. И когда наступило время торжественно объявить площадку открытой, депутаты искренне делятся своими ощущениями. Я всегда с удовольствием смотрю, и мне очень нравится. И создавать какие-то для детей аттракционы, еще что-то, это очень приятно. Потому что, когда видишь детские улыбки, всегда на сердце становится намного мягче, уютнее и теплее. Дети продолжили исследовать возможности новой площадки. А их родители, бабушки и дедушки еще долго общались с депутатом. Пока не стемнело и не были заданы все волнующие жители вопросы, Геннадий Чикита внимательно слушал одесситов. Здание, в котором сейчас находится Государственный архив Одесской области, отметило 150-летний юбилей. В прежние времена это было помещение Бродской синагоги. К знаменательной дате одесские художники организовали уличную выставку. Бродскую синагогу на Пушкинской открыли ровно 150 лет назад. Ее построили на средства евреев так называемого Бродского землячества. В основном это были переселенцы из Западной Украины, которая тогда находилась под властью Австро-Венгрии. В Российскую империю они прибывали через пограничный город Броды. Оттого и назывались Бродскими. Галицийские евреи начали селиться в Одессе с 20-х годов 19-го века. Это выходцы из Галиции, это австрийские евреи были. Преимущественно не только из Брод, потому что думают, что это только из города Брода. Это из Лемберга, из того же Львова, из Черновцов, из Станислава, это Ивано-Франковск. Это наиболее, как теперь говорят, продвинутая часть одесского еврейства. К концу 19-го века Бродская синагога стала не только домом молитвы, но и настоящим культурным центром местной еврейской интеллигенции. Это была первая в Одессе хоральная синагога, в которой богослужение проводилось с музыкальным сопровождением. Сегодня здание официально считается памятником архитектуры местного значения. Уличная выставка под стенами синагоги – это акция одесских художников. Так они решили напомнить одесситам об истории Бродской синагоги, заставить обратить внимание на ее красоту и неповторимую архитектуру. Мы хотели привлечь внимание к тому, что есть такие жемчужины, которые нуждаются в очень сильном уже внимании, скажем так. В 1925 году синагогу навсегда закрыли, и сюда переехал государственный архив Одесской области. Для его нужд здание капитально перестроили, разделили перекрытиями на несколько этажей, а хоры превратили в коридоры и кабинеты. «З архитектурной точки зрения, якою хочу точку зрения, одна из прекрасных мест, до нас люди приходят, иноземцы, у нас же в минулому році из 17-ти страны света, то они захоплены. И приходят, дозволы питают, чим можно сфотографировать. Наверное изнаружи, потому что там за кордоном вихованной люди, они не могут так, как не будут. Я задоволен. Я сам в души скульптор, художник, архитектор, я не могу не пишаться этим». Одесский архив постоянно пополняется. Сегодня в его ведении находится более 2 миллионов дел, по 200 документов в каждом. Иван Ниточка не скрывает, архив давно перерос это здание, фонды в бывшей синагоге уже не помещаются. Со временем строение собираются вернуть еврейской общине, а областной архив переедет в один из корпусов бывшего института сухопутных войск. Места там много, и все филиалы архива наконец-то объединятся под одной крышей. Правда, когда это произойдет, неизвестно. Дата переезда до сих пор не определена. В Одессе появилась новая часовня. Ее открыли на окраине Суворовского района в центре нового сквера на поселке Шевченко. Часовня сооружена в честь святых благоверных муромского князя Петра и его супруги, княгини Февронии. В пятницу часовню осветил митрополит одесский и измаильский Агафангел. На открытии часовни святых Петра и Февронии собрались жители со всей округи. Такой красоты на некогда заброшенном пустыре с грудами мусора они и представить не могли. Все в зелени и цветах. Новый сквер планируют назвать благодатный. Воплотить это в жизнь удалось стараниями народного мэра Одессы Алексея Костусева, его команды и священнослужителей. Гостей встречают хлебом, солью, потом перерезание ленточки. Меня как мэра города волнует все, что в нашем городе. И, конечно же, я озабочен не только тем маленьким пятачком, центром, который претендует на то, чтобы его включили в перечень основного наследия ЮНЕСКО. Меня интересует каждый район. И Черноморка, и Курсаки, и Молдаванка, и, безусловно, поселок Шевченко, на котором мы сейчас находимся. Чин освящения часовни совершает лично владыка Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. После этого можно уже и свечку поставить, и помолиться. Что делается сегодня на территории города заботами и трудами Алексея Алексеевича Костусева, это является свидетельством того, что мэр является для нас примером. Я хотел бы сердечно благодарить Алексея Алексеевича, который является заботливым хозяином, врачительным хозяином. Одесса благоукрашается парками, а это легкие нашего города. Спасибо, Алексей Алексеевич, вам за мужество. Дай Боже вам силы, здоровья. Аккуратный струк для молитвы стоит в центре нового сквера, единственного на весь поселок. Здесь высадили две тысячи деревьев, установили лавочки, фонари, выложили дорожки, расставили кормушки для птиц. Часовни украшают цветочные клумбы и декоративный забор. Тем, кто отличился, митрополит вручает грамоты за заслуги перед Украинской Православной Церковью. Начальника городской инспекции по благоустройству Татьяну Касько наградили орденом Святой Равноапостольной Княгини Ольги. Мэрия и митрополия, мы идем вместе, мы поддерживаем друг друга, и так нам удается делать эти хорошие дела. И я не сомневаюсь, что нас еще ждет очень много прекрасных, хороших открытий. Мы помним всегда, что мы живем в городе-герое Одессе. И я сделаю все для того, чтобы передать наследникам цветущую Одессу, свободную от долгов. Город, в котором хочется жить. В церемонии освещения часовни городской голова отправляется в сам сквер. Там как раз установили новую детскую площадку. Алексей Алексеевич, спасибо, что открыли детскую площадку. Теперь у нас будет возможность поиграться с друзьями, покататься на качелях. Самое главное, я вам желаю счастья, здоровья, любви и побед. Для здешней ребятни подготовлен настоящий праздник. Их развлекают, катают на качелях. Дорогие наши дети, все, что делается, все делается для вас. Скажите, пожалуйста, площадка нравится? Да! Будете беречь? Да! Смотрите, берегите, не ломайте. А мороженое будем кушать? Да! Не обошлось без подарков. Детям раздавали сладости, соки, мороженое. Мне понравилось открытие новой площадки. Я сегодня хотел по качелях. Так было прикольно. Местные радуются, что теперь на службу в православные праздники не нужно далеко ездить, а детям есть где отдыхать. В честь праздника в небо запустили голубей. Игорь Марков призвал избирателей Киевского района не поддаваться на провокации. И об этом он заявил на очередной встрече с горожанами на улице маршала Жукова. Кандидат в народные депутаты Игорь Марков еще раз призвал одесситов не поддаваться на провокации. На встрече с горожанами на маршала Жукова 10 политик заявил, его предвыборный штаб не рассылает никакие письма пенсионерам Киевского района. Я прошу еще раз мой штаб не я не рассылаем письма не звоним по домам мы ничего не делаем мы ведем публичную кампанию я побеждаю с большим отрывом благодаря вашей поддержке поэтому вот это вот огонь я вас прошу потерпите и если вы в ночь выборов получите письма якобы от меня что я снял свою кандидатуру я вас прошу не верьте. О чем еще шла речь на встрече с кандидатом в народные депутаты Игорем Марковым смотрите сразу после новостей Одна из центральных задач президента и правительства в области земельной реформы реализация прав граждан на получение государственных актов на землю которые окончательно юридически закрепляют за жителями сел право собственности Первой фазой этого процесса было создание земельного агентства которое способствовало возобновлению законной процедуры выдачи земельных актов затормозившиеся и запутанные применувшие власти О масштабах этой работы свидетельствуют цифры Более полумиллиона актов выдано за неполный 2012 год Таким образом президенты правительства не только исправляют чужие ошибки но и восстанавливают доверие жителей села к власти Земельный вопрос всегда был краеугольным камнем гражданского мира в Украине Под этим знаком прошел весь 20 век С него начинается век 21 В Обуховском районе помнят нешуточные страсти кипевшие еще недавно По два раза на рік полили архивы полила документация пропадали люди которые брали черги Метастазы коррупции злоупотребления и преступления росли из очереди Именно с этого и начал свою деятельность новый президент правительства и руководства вновь созданного земельного агентства ликвидировать очереди ликвидировать всякие попытки взяточничества и вымогательства вовремя выдавать справки акты вовремя производить регистрацию создать условия удобные и комфортные для людей В Обуховском районе в селе Первое Мая живет Анна Коновал 1917 года рождения акт на свою землю она получила только в 2012 на 96-летие Ошибки прошлой власти нынешние руководители Госкомзима исправляют лично восстанавливая доверие начальник управления с председателем ездит по домам пенсионеров и вручает акты собственноручно как 71-летняя Екатерине Александровне Лозовой Ну и слава Богу дождались краще теперь уже мы будем спокойны и будем знать так и влада за нами турбуется спасибо великое всем Но даже при желании до каждого машины начальника добраться не сможет зато во власти Госкомзима упростить бюрократическую процедуру с начала года в Украине действует принцип единого окна Знищена ланка то, что гражданин должен погодить документацию в разных инстанциях то есть он не ходит на сегодня в областные ДЗК он не ходит в районы ДЗК то есть запроваджены единое векно Теперь регистрацию обязаны проводить за две недели справки и копии выдавать в день регистрации заявления любую другую информацию в течение десяти дней а еще вводится единая автоматизированная система и база данных всех земельных участков Ближайшая задача агентства предотвращение попыток спекуляции землей при помощи высоких пошлин за 5-6 лет рассчитывают сформировать прослойку эффективных землепользователей лишь после этого купля-продажа земли станет реальностью О проблемах сел в северных районах Одесской области и путях их решения наш следующий репортаж Село Конопляна Ивановского района растянулось почти на 8 километров в длину Такая география создает определенные неудобства рассказывают местные жители Например доставить ребенка в детский сад для многих родителей настоящая проблема Протяженность подвоза у нас на этот край получается 8 километров это до Сильевки и Шарова еще 4 километра Загальная протяженность подвоза больше 11 километров майже 12 Сегодня в детском садике солнышко 150 малышей Из них подвозят только 80 да и то благодаря школьному автобусу Других детей мамы и папы доставляют своими силами Воспитатели и родители давно мечтают чтобы в их селе появился специальный транспорт который будет подвозить маленьких пассажиров к месту назначения В рамках рабочей поездки в Конопляное приехал руководитель проекта «Народный бюджет» в северных районах Одесской области Иван Фурсин Узнав о ситуации с подвозом детей в детский сад пообещал помочь В зимнее время небезопасно в темное время суток небезопасно детям перемещаться пешком По результатам работы мы приняли решение что мы поможем с приобретением автобуса который будет перевозить детей в данный детский садик В соседнем селе Михайлополь также есть проблемы в детском саду В дошкольном заведении необходимо заменить окна и двери чтобы зимой малышам было тепло а еще сделать новую проводку на встрече с местными жителями Иван Фурсин пообещал проблему разрешить А вот жители села Копейкова Ширяевского района обратились к Ивану Фурсину с другой просьбой очистить пруд который зарос травой и постоянно пересыхает Раньше водоем наполнялся из двух колодцев теперь остался только один рассказывает жительница села Олеся вода здесь теперь бывает только весной и то на пару месяцев Местным фермерам в северных районах в северных районах Одесской области он проводит регулярно на личном контроле Ивана Фурсина все объекты которые ремонтируются или строятся в рамках проекта народный бюджет однако в каждом населенном пункте есть множество проблем которые необходимо решать в срочном порядке Большинство наблюдателей на выборах Верховную Раду отмечают демократичность и прозрачность избирательного процесса Отдельные недоразумения относят к шероховатостям нового избирательного закона принятого и властью и оппозицией которые можно сгладить уже новым составом парламента Впервые за ходом голосования будут наблюдать все желающие в ходе прямой трансляции с веб-камер расположенных на каждом избирательном участке Формирование участковых комиссий прошло точно в срок без недоразумений также отмечают эксперты В целом избирательный процесс соответствует мировым демократическим стандартам Компания предоставляет каждому избирателю альтернативу и право выборов того или иного кандидата Совсем не так было сравнительно недавно во времена советской Украины но многие об этом уже не помнят хотя это было в нашей стране До 1937 года парламент назывался съездом набирался только из городских и сельских советов состоящих из большевиков С 1937 диктатура пролетариата допустила всеобщие прямые и равные выборы в новый парламент Верховный Совет Правда других партий кроме коммунистической к тому времени не осталось Это были выборы фактически без выборов Почему? Была плановая экономика нами руководила коммунистическая партия и социалистическое правительство То есть за нас все как бы решало государство Диктатура коммуниста в стране было абсолютно решения принимались политбюро и утверждались на партийном съезде поэтому народ мало интересовался работой Верховного Совета состоящего опять-таки из коммунистов Я тогда была у руля потому что я была комсоргом школы я на выборы ходила но я их просто отсиживала мне было неинтересно сейчас совсем другое время День без альтернативных выборов был особенным электорат присутствовал на них в составе 99% так было больше шансов купить в буфете дефицитные товары выставленные на прилавок по такому случаю Мы с папой приходили на участок смотрели как в комиссии сидит мама потом она принесла какие-то вкусные конфеты поила меня вкусным какао и много рассказывала о том что в стране идут выборы Мы ходили туда за бесплатными пирожками и за пирожными то есть за ручку с родителями и в принципе нам особо выбора не было за кого голосовать то есть кого давали ту бумажку и подписывали Электорат привлекали копченые колбасой с шоколадными конфетами в коробках шпротами в масле на новогодний стол фруктами в сиропе индийским чаем бутылочным пивом водкой коньяком и шампанским в день выбора затем дефицит снова уходил под прилавок Выборы в то время массой народа вкусными буфетами пирожными мороженами то что меня интересовало в то время и все ну и подарками сам процесс голосования был прост голосовать нужно было за единый блок коммунистов и беспартийных вычеркнуть кого-либо можно но пугали неотвратимые последствия куча людей очереди пирожки мороженое пирожное выборы 37-го года коммунистического террора отработали механизм сочетания внешней демократической кампании жестким контролем на долгие десятилетия те кто имеет возможность сравнивать чувствуют разницу и назад возвращаться не хотят даже за юным возрастом не говоря уже о колбасе и шпротах конечно я бы не хотела вернуться в те времена когда выбора не было мне хорошо в этом времени мне нравится выбирать годы было бы вернуть хорошо но вот выбор конечно сейчас в это время я завидую молодежи которая будет жить дальше выбор у нас есть в Одессе состоялось долгожданное культурное событие в музее западного и восточного искусства открылась выставка известного живописца Вадима Целоусова ретроспективные и новые работы пейзажи и портреты декоративные полотна и ню поздравить мэтра пришли друзья и коллеги на выставке побывали и наши корреспонденты Вадим Целоусов универсальный художник все подвластно его кисти и каждая его работа имеет характерные особенности определяющий авторский стиль художник-мастер психологического портрета его искусство знакомит зрителей с самыми разными людьми тонко улавливая их особое отношение к окружающему миру манеру чувствовать и двигаться одно из главных мест в работах Вадима Целоусова занимает женщина она привлекательна той своеобразной красотой имя которой непосредственность автор всегда ставит на место сюжета живописную идею и решает ее всегда неожиданно то мощным цветовым аккордом то необычайно тонким соотношением света и цвета глубокий след в творчестве одесского живописца Вадима Целоусова оставила Карпатская земля мастер жил и творил в Карпатах в течение долгих лет волшебные запахи цветов и трав дух гор все это полюбилось Вадиму Целоусову яркая декоративность и национальный колорит в работах мастера погружают нас в мир добра тепла и света Сьогодні я розумію велике свято у нашего художника якого ми от так всі називаємо наш художник це Вадим Целоусов і це свято звичайно і для нас теж його любов до України до рідного краю його пейзажі його здавалося б не фігуративні роботи але наскільки вони зачаровують і хвилюють коли в них дивляєшся то бачиш що там приступають такі фігури виставка Вадима Целоусова долгожданне событие для друзей і колег мастера живописец открылся йм з нової сторони розказывають посетители вернісажа він сумел виразити в полотнах все грани прекрасного я действительно бываю на всех виставках Вадима Целоусова эта виставка после долгого ожидання потому что он давно не показывал свои работы он спрятался в свою мастерскую долго трудился і вот то що ми зараз видим здесь це ну мене просто дух захватило потому що во-первых неожиданні совершенно жанри неожиданна техника і такі ж неожиданні краски Владик состоялся як більшій художник будем говорить не то що там Одеса юга України просто це як явлення будем говорить епокальна на земле поздравить мастера пришел його близкий друг известний меценат промышленник Алексей Казаченко при поддержке Алексея Казаченко и его общественной организации интеллектуальный форум Вадим Целлаусов провел 6 международных симпозиумов живописи в которых приняли участие художники Украины и Европы есть в Одесе человек который помогает помогает украинской культуре не только живописи интеллектуальный форум поэзия то есть очень много вот Алексей Казаченко за этим стоит за тем что сделано Алексей Казаченко во многом не только в симпозиумах потому что в это время осилить все это материально это просто невозможно я очень люблю Целлаусова это очень близкий мой друг я очень рад за его успех я рад за то что он демонстрирует здесь такая ретроспектива его жизни которую знают к сожалению не очень многие и вот благодаря этой выставке я думаю что художника Целлаусова которого знает и любит вся Одесса узнает намного лучше и полюбит еще больше Вадим Целлаусов участник множества всесоюзных всеукраинских региональных международных и персональных выставок а также творческих групп пленеров и симпозиумов его работы находятся в известнейших художественных музеях Украины и Европы а также в частных собраниях Германии Испании Франции США Канады Китая Швейцарии Мексики Кувейта России Израиля и многих других странах мира художник рассказывает сейчас в его жизни начался новый творческий этап я считаю что я начал работать несколько лет назад всерьез все раньше были поездки этюдные работы то есть носила по миру по Украине по Европе по Советскому Союзу а сейчас я уже достаточно набрал материала и начал наконец работать всерьез персональная выставка одесского живописца Вадима Целоусова будет открыта в музее западного и восточного искусства до конца октября в пятницу первокурсники одесского профессионального лицея морского транспорта принесли клятву верности морской профессии традициям и своему государству торжественное посвящение в курсанты проходило на морском вокзале на праздничном мероприятии побывала Дарья Черкашина задолго до начала торжества на морском вокзале собрались педагоги родители и друзья первокурсников чуть позже ровными рядами выстроились и сами виновники торжества в парадной форме моряков традиция посвящения в курсанты Одесского профессионального лицея морского транспорта насчитывает не один десяток лет сегодня особо торжественный день здесь отмечают сразу три праздника день рождения лицея день учителя и день профессионального технического образования и наши дети вступают в новую жизнь получают профессии морскую морскую профессию которая их стимулирует их поднимает выезд они готовятся стать моряками наши дети которые сегодня примут присягу они будут достойными сынами Украины торжественную клятву моряков готовится принести курсанты 15 групп первого года обучения ребята волнуются сегодня они станут на один шаг ближе к исполнению своей мечты профессия моряка трудная однако в ней есть притягательная романтика говорят курсанты впервые познакомившись с морем я решил стать моряком это очень привычная профессия очень зарабатывает хорошо и очень интересно можно путешествовать миром красивая форма это профессия тяжелая сложная учиться надо но это интересно молодые люди признаются за месяц обучения лице стал для них вторым домом второй семьей здесь прекрасный коллектив очень дружеская группа прекрасный преподаватель наш мастер Марина Валентина буквально я прихожу в лица и чувствую себя как дома я очень рад что я здесь учусь и у меня будет очень хорошая профессия после окончания и вот наступает самый долгожданный момент еще вчера они были просто студентами а сегодня получили почетное звание курсант и дали клятву преданно служить морскому делу прикладатель учи за силем для уволодения профессийной мастерностью глянуйся глянуйся суммлинные вовчаты загальноосвитни загальнотехнични до специальной дисциплины глянуйся после клятвы и торжественных речей новоиспеченные моряки получают дипломы о присвоении им почетного звания лицеистов а чтобы выбранный путь будущих моряков оказался легким и долгим настоятель церкви святого Николая отец Павел произнес напутственные слова и провел обряд освящения на протяжении нескольких лет обучения лучшими друзьями и наставниками лицеистов будут их педагоги сегодня они также поздравляли курсантов это первый шаг к совершенствованию вашего профессионализма первый шаг большого вашего пути и я очень хочу чтобы на этом пути вам сопутствовал интерес ко всему новому стремление быть первыми добрые наставники отзывчивые коллеги удачи вам 7 футов в откилём считается что моряк это больше образ жизни нежели профессия начавший морскую карьеру человек уже никогда не свернется с этого пути поэтому впереди у ребят непростая задача достойно нести звание моряка и оправдать надежды преподавателей и родителей цветочную выставку с юмористическим подтекстом подготовили учащиеся художественные школы имени Кастанди для своих учителей к их профессиональному празднику на необычной экспозиции побывала Анна Пашетка всю свою цветочную фантазию включили юные художники для подготовки этой выставки здесь цветы сочетаются на первый взгляд с неподходящими предметами но в каждой работе есть своя концепция преподаватели говорят решили не помогать своим ученикам в их творческих поисках а предоставили все сделать самим главным условием было наличие юмора в работах сегодня у нас как бы такой такая полу юмористическая акция она проходит уже пятый год у нас это конкурс прикольных букетов на тему наших дисциплин вы видите вот эти букеты которые руками детей сделаны педагоги не вмешиваются эти тыквы обычные овощи только для поверхностного наблюдателя а для учеников девятого класса школы Кастанди целая солнечная система каждая из тыкв отдельная планета а в общем эта композиция посвящена астрономии мы всегда делаем работы из натуральных продуктов и у нас в классе как раз почти на всех нутермортах есть тыквы мы с каждого нутерморта взяли примерно по одной тыкве и в общем создали вот такой композиции как космос солнечная система а вот этот цветочный домик полный самых разных цветов и тряпочных котов по словам его создателей это и есть сама школа Кастанди со всеми ее учащимися это посвящено директору нашему он очень любит котов наш символ нашей школы это как бы котик вот у нас как бы у нас несло крышу немножко потому что наша школа очень творческая и у нас люди все творческие и мы все цветочки как бы вот крышу снесло и мы как бы торчим вот и вот мы и котики и цветочки вот и вот наша школа вот передняя там сзади если бы можно было увидеть там двор наш вот вот такая вот композиция кроме цветочных композиций на выставке также были представлены работы выпускников школы Кастанди выполненные в разной технике графика станковая живопись декоративная живопись каждая по-своему оригинальна и интересна преподаватели школы Кастанди рассказывают их ученики отличаются от своих сверстников они более развиты эстетически а значит в будущем именно эти ребята будут стараться сделать наш мир красивее и ярче в Одессе появился памятник Стиву Джобсу это двухметровая конструкция из металлолома в виде ладони с вырезанным логотипом Эпла 5 октября годовщина смерти Стива Джобса одного из основателей корпорации Эппл увековечить память изобретателя решили студенты электорат Одесской академии технического регулирования и качества инициативу поддержали и в Одесской мэрии двухметровый памятник спасибо Стив установили перед фасадом студенческого общежития на Новосельского Этот памятник который сейчас устанавливается здесь он первый на территории СНГ памятников Стиву Джобсу есть планируется памятник установка в России но они еще не поставлены так что мы здесь первые Скульптура сделана в виде ладони в которой вырезано яблоко логотип компании Стива Джобса создатель композиции выпускник академии скульптор-новатор Кирилл Максименко Он целый год собирал металлолом и детали старых двигателей чтобы свести их в единую композицию Скульптура сделана из автомобильных запчастей мотозапчастей металлических предметов топориков ключей инструмента все что соединяется с помощью электросварки Студенты и преподаватели академии говорят памятник Стиву Джобсу будет вдохновлять их на новые изобретения и стремление к совершенству